всем привет друзья вы на канале sky top games и это небольшой новостной ролик касаемо за айлы в рима пред началом как обычно хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за финансовую поддержку канала спасибо друзья собственно что хочется сказать сразу вначале не переживайте ребят то что сейчас нету стримчиков по за айлы в рима ну просто по некоторым семейным обстоятельствам я сейчас не могу проводить для вас стримы но не переживайте со мной все хорошо и мы обязательно еще с вами соберемся на стримах по и время и по прочим играм ролики никуда не денутся да у меня даже немножко не было времени заходить на стресс-тесты но я старался выкрасть для себя время так вот я хочу разобрать пару таких вопросов даже три вопроса скорее всего о которых я собрал информации хочу донести до вас и большое количество людей задавали этот вопрос миллион раз на стриме и где-то под роликами в комментариях короче говоря начнем с движка unreal engine 5 но если он за айл и время по крайней мере на стресс-тестах на стримах мы видели что вроде бы как сначала мне показалось его нету но обратите внимание вот на этот скрин физика флоры и физика флоры для всех да это находится в настройках геймплей собственно unreal engine 5 выдает себя в деревьях точнее в их дальности прорисовки это работает на ниты которые есть только в unreal engine 5 также у нас есть настройка lumen epic это функция включает бомбезное освещение которое также доступно только в unreal engine 5 так что игра да с уверенностью скажу сейчас именно на движке unreal engine 5 он есть как минимум на кодовом уровне монетные деревья освещение и вода на спира уже с 5 движка по всему переход по идее полный игра стала заметно красивее просто траву не меняли на спира весь потенциал как заявил разработчик движка будет на новой карте гэтуэй собственно давайте покажу вам отрывок моего стрима в обычный и время и отрывок уже со стресс тестов я думаю что вы заметите разницу оптимизация больной вопрос что с ней собственно после последних патчей мой фпс стал 80 100 предпоследнем патче фпс был до 60 но опять же не забывайте о моем пк но оттолкнусь от ребят у кого печки не самые лучшие я имею ввиду стресс тестеров фпс на первых тестах был 20 стал 40 50 после того как сломалась система сохранения и перерабатывались некоторые механики динозавров которые сейчас до сих пор правятся фпс упала до 5-15 но это был вроде бы временный период сейчас даже 40 50 фпс это некоторые тестеры жаловались что местами просадки были но редким исключением короче я надеюсь что это все нам опять не оба кстати по поводу циртозавра и прочего разработчики пиолетиас араундс на славу потрудились в комментариях кто-то меня спрашивал или в дискорде короче циртозавра уменьшили урон для обычного укуса с 200 до 150 инфицирующего укуса с 225 до 200 уменьшена скорость вращения альтернативной атаки циртозавра а поводу дриозавра увеличен вес и до здоровья запас крови дриозавра примерно со 120 до 130 да и вы спросите что там еще за баги были думаю это не интересно рассказывать самое главное вы спрашиваете когда же дата выхода обновления разработчик ответил что они сами не знают дату выхода так как пока не исправит все баги которые только могут найти но есть и хорошая информация новые программисты приступили еще к четырем новым динозавром о которых мне не сказали это не те о которых мы знаем также дали понять что они даже вроде закончили уже с основными механиками игры и после выхода 6.5 нас ждут выхода динозавров но не считая гэтуэй кто знает кто знает 7 обновление концу году плюс 4 новых динозавр геррера дила диабло тирекс а может быть и что-то больше короче на стресс тестах идет быстрая полировка багов правок и прочего а это очень он даже хорошо короче подписывайся на канал ставь пальчик вверх всем хорошего выживания за айла время ждем обновления